Всем привет! Сегодня мы начнем разбирать первую часть ЕГЭ по английскому языку, а именно аудирование. Вся часть включает три задания, за выполнение которых можно получить максимум 20 баллов, как, впрочем, и за любую другую часть. Аудиозапись, как вы уже, наверное, знаете, проигрывается дважды. Итак, первое задание – соотнести шесть высказываний с шестью говорящими их людьми. Основная сложность здесь заключается в том, что говорят они все на одну и ту же тему, а значит, вероятно, будут использовать одну и ту же специфическую лексику. Например, если общая тема кино, то у каждого могут звучать такие слова, как cinema, movie stars, films и так далее. Это я к тому, что при прослушивании не стоит цепляться за них. Правильный подход, который поможет вам быть уверенным в том, что вы все делаете правильно – это поиск ключей. Ключ или ключи, а их, как правило, бывает несколько – это предложение, словосочетание или же отдельное слово в аудиодорожке, которое является прямым подтверждением или ответом на поставленный вопрос, ну или подтверждением к приведенной фразе соответственно. Как же найти ключ? Во-первых, при получении вариантов, когда в аудиозаписи уже начинает звучать инструкция, не тратьте время на нее, там ничего нового, и все это вы уже слышали раньше. Лучше провести это время с пользой и сделать подготовительную работу. Прочитайте возможные опции ответов и найдите нюансы, отличающие их друг от друга. Перейдем непосредственно к примеру. Вот одно из возможных заданий, давайте прочитаем и найдем те самые нюансы, о которых я уже говорила. Как можно понять, здесь все будет про День Святого Валентина, по частому мельканию слова Valentine's Day. Итак, первое. Writing Valentine's has a very long history. Тут будет что-то про историю и что-то про Валентинки. Второе. It's another time to spend money. Про трату денег. Третье. Valentine's make a big business. Про то, как это становится бизнесом, как на этом можно заработать, и опять же про Валентинки. There is always something against the day. Здесь, скорее всего, будет о каких-то противоречиях, связанных с этим днем, или о том, почему его не любят, почему к нему плохо относятся. Пятое. It's a traditional Valentine's Day present, and no one should spare money for it. Здесь про то, что нельзя на этом экономить, и о каком-то традиционном подарке. Шестое. It's traditions tend to fade. О том, что традиции этого дня, и их не так сильно соблюдают, к нему менее уважительно относятся. И последнее. Седьмое. Even journalists need information about Valentine's Day. Ну, понятно. Здесь будет про журналистов. Второе. Слушая запись, вам будет необходимо найти такие предложения, которые были бы перефразом или указанием на обозначенные нами ранее нюансы. Вот те самые отличия. Давайте сделаем это на примере. Can you imagine it? The average American spends more than $100 on Valentine's Day. And men spend almost twice as much on Valentine's Day as women do. A survey I read shows that more than one-third of men would prefer not receiving a gift. At the same time, just less than 20% of women feel the same way. The reason for this is partly that the holiday seems just too expensive. Итого, мы услышали запись первого человека, и можем понять, что это второй вариант ответа. Почему? Какие здесь были ключи? Ну, во-первых, У него где-то там было плюс в начале. Плюс ещё один ключ в конце, когда он сказал, что каникулы кажутся ему слишком дорогими. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА As far as I know, on Valentine's Day, no one saves money on flowers. No wonder, flowers may cost up to 30% more that day. Some people even buy and send flowers to themselves on Valentine's Day. The most popular flower is still the rose, followed by lilies and violets. The colors of flowers are very important, as they speak about your feelings and emotions. But many people just don't pay attention to that, and buy whatever they find nice and suitable. Второй спикер. Какие здесь были ключи? Девушка вначале говорит, что no one saves money on flowers. То есть это прямой фраз фразы, no one should spare money for it. Нельзя на этом экономить. Дальше она как раз приводит пример, что сколько бы цветы ни стоили, их всё равно будут покупать. И дальше рассказывает, почему цветы так важны, и почему это традиционный подарок. Собственно, вот два ключа, и мы попадаем тык в тык. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I was surprised to learn that Valentine cards have a very long history. Some scientists believe that the tradition was probably started by Charles, Duke of Orleans, because the oldest surviving Valentine dates back to him, to the year of 1415. It was a beautiful poem written by the Duke to his wife. However, some historians trace the roots of the holiday back to the Roman times and their pagan celebrations, or early medieval times. Итак, speaker C. Как нюанс, вначале мы выделили фразу has a very long history, касательно валентинок. И вот буквально в первых строках спикер говорит, что Valentin cards have a very long history. It's a буквальный перефраз тык в тык, который впоследствии дополняется примером, и также датой, 1400 какой-то там год, что мы понимаем. Также является иллюстрацией выделенного, обозначенного нами нюанса, тезиса. Называйте как хотите. Девушки отдыхают. to find out which cards have been a sellout this or that year, and which age group chooses which type of cards, and which is the best poem on the card, and so on. Это будет ответ 3. Valentines make a big business. И девушка как раз таки говорит, что it is second large sending card holiday. И дальше рассказывает про analyze sales patterns и другие, скажем так, сопутствующие процессы любого бизнеса. То есть мы можем понять, что производство, отправка валентинок это очень хороший бизнес, на котором можно заработать. И это будет ключ. There are people not in favor of this holiday. The Catholic Church, for instance, struck St. Valentine's Day from its official calendar in 1969. There even have been times when Valentine's Day was close to being forbidden. Speaker E. Во-первых, сразу можно понять, что он чем-то возмущен по его интонациям. Во-вторых, он приводит несколько примеров, которые все говорят нам про... И указывают на то, что это опция 4. There is always something against the day. И там были конкретные фразы. Например, spoken out against или close to being forbidden. The University of Maryland has a team of academic experts educating the media about Valentine's Day, no matter what angle they wish to cover. There, I've read that many people choose Valentine's Day for getting married. Can you imagine? The list of celebrities who've done this includes Elton John and Meg Ryan. And quite a lot of famous people have been born on that day. И последний speaker F говорит на тему 7. Even journalists need information about Valentine's Day. Как мы можем это понять? Девушка начинает говорить, и там звучит фраза Team of academics educating media. Медиа – это прямое указание на журналистов. Дальше она говорит, что именно они изучают, и что она узнала таким образом. Ну и постарайтесь ответить на все вопросы при первом прослушивании, чтобы во время второго нужно было уже только проверить себя же. И если вы не можете перевести какое-то конкретное слово, то, во-первых, не паникуйте для получения 100 баллов. Не обязательно знать весь оксфордский словарь. А во-вторых, попробуйте понять, о чем идет речь из контекста. Например, возьмем предложение 7. Если вы не услышали медиа, то девушка говорит о исследованиях, о чем-то, о чем она прочитала. И можно догадаться, что прочитала она это, в общем-то, из журналов. Ну а если это у вас не выходит, то используйте метод исключения, но, конечно же, разумно. Все равно не забывайте про ключи. Давайте попробуем сделать еще одно задание. Сейчас я включу дорожку, так что у вас будет возможность прослушать от начала до конца и выполнить его самим. А дальше мы также быстро разберем его вместе со мной с найденными ключами и ответами. И я люблю играть футбол, от Септембер до Жюнь, и теннис в summer месяц. Это большая комитет, но это держит меня актив и здоров, и есть огромная социальность, связь с друзьями, которые я играю с. Мы часто ходим от Saturday nights, к ресурсам, клубам, или кинема. Мы не принимаем это очень серьезно. Мы не сможем победить ни больших соревнований, но мы больше интересуемся в том, и с чем-то. И с чем-то. И с чем-то. Субтитры сделал DimaTorzok I just love the cafe, which has brilliant views over the sea. For about £5, you get toast, sausage, bacon, eggs and beans, plus unlimited refills of tea or coffee. They even have newspapers there, which you can take to your table and slowly read while munching your toast. Speaker 4 I have to work every other weekend, but once a month I get a four-day weekend to make up for it. I try to get all my housework, shopping and other jobs out of the way, so I can treat these as mini holidays. Whenever I can, I go on walking holidays, either camping or staying at youth hostels. This year I've been to the Lake District, Snowdonia and even managed to complete the South Downsway, 110 miles in my four-day breaks. Speaker 5 The weather's been bad for the last three weekends, but the forecast is okay for next week, and I should be able to get out. I thought I might play a bit of golf, or if it's really nice, I'll go fishing. A month ago we had beautiful weather, and I was lucky enough to get invited sailing. Actually, I don't mind what I do as long as I can get outdoors. I'll give Tom a call tonight. But we have the same golf handicap, so if he's free, it should be a good contest. Speaker 6 Sunday mornings I love to go to the boot sale at Brighton Marina. All sorts of things are for sale. Antiques, bric-a-brac, books, records, furniture, you name it, and somebody will be selling it. But the reason I go is to see my friends. Some of them are stallholders, and others of us just go there to see what's on sale and chat. Last month, however, I managed to buy a rare antique silver brooch for 10 pounds. I've since shown it to a jeweler, who offered me 200 pounds for it. Итак, проанализируем данные нам предложения. Первое. It is good to be spontaneous when traveling. Соответственно, здесь будет про спонтанность во время путешествий. Второе. Weekends can be really boring. Ключевое слово – boring. Скучно. Третье. Weekends are perfect for long walks. Здесь будет что-то про любовь к длинным прогулкам. Четвертое. The best thing about Saturday morning is breakfast. Про любовь к завтраку субботним утром. Пятое. It is good to get outside at the weekend. О том, что здорово проводить время вне дома, где-то снаружи, на природе. Шестое. Sundays are for meeting friends and chatting. О том, как здорово по воскресеньям встречаться с друзьями и болтать. И седьмое. Sport is more about fun than prizes. Здесь будет про спорт и какое-то сравнение. О том, что это для себя, для веселья, а не ради соревнования как такового. Ну и можно заключить, что основная тема, все, о чем мы, все, что мы только что проанализировали и услышали, это про выходные. Ну, давайте приступим к проверке ответов и соотнесению фраз. Итак, первый говорящий, на мой взгляд, говорил о подтверждении седьмом. Sport is more about fun than prizes. Там звучали такие фразы вначале, как play football and tennis. Дальше он долго описывал весь процесс проведения своих выходных. И в конце говорил, что они с друзьями never win any considerable prize, что-то такое. И they are more interested in having fun, что является прямым перефразом того, что мы подчеркнули, а именно about fun than prizes. Спикер B говорил об утверждении первым. It is good to be spontaneous when traveling. Там были такие ключи, как just set off and see where I am. Далее, спикер C говорил об утверждении четвертом. The best thing about Saturday morning is breakfast. И он начинает с буквального перефраза этого предложения и говорит, что про breakfast at the golf cafe. И дальше очень долго говорит про еду и в конце немного про газеты. Следующий спикер D говорил о предложении третьем. Weekends are perfect for long walks. И девушка описывает walking holidays, дает примеры и в конце даже говорит какое-то очень большое расстояние, которое по факту является иллюстрацией того, что мы подчеркнули, а именно long walks. Спикер E говорит о тезисе пятом. It's good to get outside at the weekend. И там звучали такие фразы, как be able to get out и as long as I can get outdoors, соответственно, тоже в начале и в конце. Прошу обратить внимание, что зачастую ключи бывают в начале и в конце, плюс там, как правило, есть какая-то иллюстрация примера. И последний спикер F говорил о предложении шестом. И он очень долго описывал то, чем он занимается по выходным, но там была одноважная фраза to see my friends и, если не ошибаюсь, to have a chat. Ну, что-то такое. Соответственно, такие ключи и такие ответы. Пишите в комментариях, сколько было правильных, сколько было неправильных. И до скорых встреч. Увидимся при разборе следующего задания.